С нами сейчас на связи Марина Штрахова, заместитель министра здравоохранения Челябинской области. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, каким образом возникла вот эта ситуация, что медикам не выплатили эти деньги, которые, по идее, были обещаны? Изначально правилами, утвержденным и постановлением Российской Федерации 484-м, было установлено, что размер выплаты зависит не только от занимаемой должности, но начисляется за фактически отработанное время, не выше установленных размеров. Впоследствии 15 мая 2020 года постановлением 687-м были внесены изменения в постановление 484-е, в соответствии с которым исключена формулировка «фактически отработанное время». С этого момента данные выплаты определены как единовременные и осуществляются в полном размере, независимо от нагрузки и даты контакта с больным. А вот сейчас на данный момент уже все медики получили эти выплаты? Да, совершенно верно. С 16 мая 2020 года все работники, имеющие право на получение данных выплат, получили до начисления. А как вообще руководство медицинской организации объясняет вот эту данную ситуацию, сложившуюся? Я так понял, что юридический казус. Да, здесь изменения внесены в постановление Российской Федерации, то есть данные решения, изменения в постановлении приняты на уровне Федерации. А какие суммы вообще наши южноуральские медики получили? По специализированным бригадам скорой медицинской помощи с учетом уральского коэффициента врачи получили 57,5 тысяч рублей в месяц. Средний, младший персонал и водители скорой медицинской помощи получили 28,5 тысяч. В круглосуточных стационарах, в которых развернуты госпитальные базы, врачи получили 92 тысячи, средний персонал 57,5 тысяч, младший персонал 28,750 рублей. Данные выплаты установлены на три месяца. Из данных выплат по поручению президента не удерживается подоходный налог. А то есть какие-то еще дополнительные выплаты будут или вот три месяца пандемии и все? Вот, соответственно, еще постановление 415 принято на уровне Российской Федерации. Выплаты, по которому осуществляются с марта 2020 года. И данные выплаты будут производиться до окончания, то есть до нормализации состояния эпидемиологической обстановки в субъекте. Данные выплаты рассчитываются за фактически отработанное время с учетом нагрузки. И выплачиваются из расчета дохода от трудовой деятельности субъекта, который составляет у нас за 9 месяцев 2019 года в субъекте 31 455 рублей на одну ставку. И также, да, как я уже сказала, за фактически отработанное время. Кроме того, губернатором Челябинской области Тексером Алексеем Леонидовичем принято решение о выделении средств областного бюджета на выплаты работникам, оказывающим помощь больным коронавирусной инфекцией, а также работникам, оказывающим медицинскую помощь, у которых коронавирусная инфекция не выявлена. Также из областного бюджета, таким образом, право на выплаты имеют категории прочего персонала госпитальных баз, водители госпитальных баз, водители амбулаторного звена и водители скорой медицинской помощи. Вот насколько я понял, сейчас острая ситуация снята, люди получили свои выплаты и, в принципе, вот сейчас такая штатная ситуация, она нормализована, да? Да, совершенно верно. Спасибо вам за информацию, которую вы дали, потому что много очень разных сообщений на эту тему приходит, вот сейчас все предельно понятно. Спасибо за ту работу, которую выполняет министерство. Ну а мы продолжаем. Практически с юридическим подходом сегодня с нами на связи была Марина Штрахова, заместитель министра здравоохранения Челябинской области. Слава богу, что в этом вопросе уже абсолютно все решено. Ну а теперь давайте перейдем к звездам. Что же нас сегодня ждет?